Привет! Мы с вами находимся в Пресненском районе. И здесь от Нового Ваганьковского переулка и Верхнего Притеченского переулка, отречения двух переулков, Нового Ваганьковского и Верхнего Притеченского, и до улицы Замареного проходит Малый Притеченский переулк. Переулк с двусторонним движением автомобиля транспорта по одной полосе в каждом направлении. Влина его оставляет всего около 150 метров. И назван был переулк в XIX веке по находящейся здесь в церкви Рождества Иоанна Притечи за Пресненскими прудами, ну как она тогда называла, который как раз именно здесь находится и является, конечно, несомненно, главной достопримечательностью, главным объектом этого переулка. Название Малой было дано переулку, потому что рядом с этим переулком проходит Большой и Верхний Притеченский переулк. А Нижний Притеченский переулк сейчас называется переулком Капраново. То есть он тоже есть, но просто он по-другому. В этом переулке находятся два жилых дома, и оба дома шестиэтажных, но только один дом по номерам 4 был построен в 1937 году, а второй дом по номерам 6 был построен в начале 20 века. Это был бывший доходный дом. А также в этом доме на первом этаже находится управление вне ведомственной охраны УВД по Центральному административному округу, проводили батальон полиции, ну и также староистое диагностическое центро Виктория и отелье. Помимо двух жилых домов также в переулке находится членопроизводственный центр Бизнес Колледж Плюс под номером 1 здания 19 века, и до 2017 года два церковно-притадская школа от храма как раз Иоанна Предпечи, от советского времени обычная средняя школа. И кроме того, также в советское время настроили два этажа вверх к этому зданию. В 90-х годах здесь была школа для детей и задержка развития, ну а сейчас вот учебное производство центра Бизнес Колледж Плюс. Ну и конечно, самое главное строение в этом переулке, как я уже говорил, находится, есть православный храм речесла Иоанна Предпечи на Пресне под номером 2. Построили его на высоком берегу Москвы-реки, при впадении в нее речки Пресне, которая сейчас проходит в подземном коллекторе. Построили еще в 1734 году, перестарался храм в 19 веке, обновлялся в конце 19 и в середине 20 веков. Колокольные и трапезные были построены несколько позднее, не в 18-м, а в 19-м веке. В 2000-е годы храм был капитально отреставрирован, он никогда не закрывался и состоит от основного объема с одной главой, трапезной и колокольной. В интерьере сохранился иконостас 19 века с некоторыми комми 17 и 18 веков, в ровкости в храме в основном 19 века. Основной объем здания представляет собой одноглавый четверик, арочные перспективные порталы на боковых фасадах и колончатые с полукруглыми навершенными наличниками на окнах первого света. Также явление Московского барокко проявилось в обрамлениях окон второго света храма, завершенных разорванными фронтончиками. Двухъярусная колокольня, построенная в период зрелого вампира, несколько позже, в 19 веке, опорена большой арочной нишей, в которую вписан двухколонный Тосканский портик. Верхний цилиндрический ярозон украшен пилястрами с пышными композитными капителями. Во время реставрации храма открылись прессы Васнецова, который тоже принимал участие в росписи этого храма. Этот храм является самым главным достопримечательством этого переулка, ради которого здесь стоит побывать. Дает сюда лучше всего от станции метро Краснопресенская, дальше пешком через улицу Замареного. Вообще, транспорт под переулку не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.